А в Полтаве справедливости нет. Здравствуйте, с вами я Александр Демидович. Сегодня 25 января 2022 года. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Я побывал возле Вечного Огня, который находится в городе Полтава. Большинство полтавчан к нему приходят в определенные даты. Это и 9 мая, это и 23 сентября, день освобождения нашего города. Мы все видим, и я неоднократно делал репортажи, что полтавчане приходят сюда, чтобы отдать честь, уважение погибшим в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, на сегодняшний момент некоторые депутаты начали ставить вопрос о том, что для нас слишком дорого обходится содержание этого монумента и в частности самого Вечного Огня. Почему они так ставят вопрос, я не знаю. Они не интересуются самой суммой. Они не интересуются, может быть, где-то какая-то складовая есть, что можно как-то дешевле это сделать. Они ставят вопрос о том, что нужно потушить этот Вечный Огонь. Но я обращаю ваше внимание вот на второй факт, который расположен ровно в 150 шагах от нашего Вечного Огня. Это интерактивный монумент, который был создан за наши деньги, за деньги налогоплательщиков нашего города, честь наших погибших воинов в АТО. Все-таки согласитесь, люди тоже погибли и мы обязаны помнить об этом и с уважением относиться. Мы обязаны нашим детям показывать и Вечный Огонь, напоминать о той Великой Войне, в которой погибли много людей. В частности, я вам скажу прямо, я не помню и не знал ни одного своего родного деда, потому что ни один из них не вернулся с той войны. И я прихожу туда 9 мая и привожу туда свою дочку, и мы возлагаем цветы, мы помним, я учу своего ребенка этому. Но, к сожалению, мы не имеем возможности уже не первый год, подчеркиваю, не первый год, точно так же помнить. И я не имею возможности учить своего ребенка, чтобы она помнила о том, что и в АТО люди погибали и погибали за что-то, а в частности за Украину. К сожалению, я не могу понять логику депутатов, ставящих вопрос потушить Вечный Огонь. И в то же время, не сумевших за последний год, в который они сейчас, каденция их идет, они не сумели добиться того, чтобы интерактивная доска существовала в лучшем виде. Ну, вы сами видите, в каком она состоянии, и почему-то, я не знаю. Стоит ли ставить вопрос о том, что надо погасить Вечный Огонь, я считаю неправильным. Сегодня стоит говорить о том, что мы обязаны помнить о всех погибших, не только в Великой Отечественной войне, но и в АТО. Но депутаты почему-то об этом молчат. К сожалению, вот такая вот странность в нашей жизни. Всем хорошего настроения, подчеркиваю, а в Полтаве справедливости нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok